Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Коменова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами обсудим несколько новинок, которые мне пришли. Я их уже попробовала. Жалко, конечно, что не все успело. Но завтра наш самолет опять-таки отлетает в Беларусь. И мне нужно успеть отснять все, что я успела протестировать. Итак, в первую очередь хочется сказать, что я попробовала таких вот два батончика. По чуть-чуть отломила. Хотела показать вам начинку. Хочу сказать, что они вкусные, классные. Но я прозевала и дети их съели. Реально съели. Оба вкусные, оба классные. Вот этот напоминает шоколадный батончик аптечный. А вот это очень вкусная штука со вкусом кокоса. Вы знаете, заказала их по 10 штучек в этот раз. Потому что реально детки все скушали. И я почитала состав. Это очень классные протеиновые батончики. Вот, полезные. Со вкусом кокоса идет артикул 154,70. Он идет 35 грамм. Они очень сытные, кстати. И со вкусом шоколада 154,71. Тоже 35 грамм. Очень интересные они, вкусные. Это мы следим за своей фигуркой и так далее. Я думаю, что не пожалеете, если попробуете. Далее это такие вот заколочки. Очень тоже прикольные, стильные заколочки. Да, что хочется сказать про них. Что они... Единственное, что вот тут вот мне понравилось и не понравилось одновременно. Вот эта вот защелочка, да, когда вы их будете носить. Оно может, знаете, вот как у обычных заколок немножечко выпадать. Ну, вот я еще, правда, не знаю, но вот я один раз купила в магазине. И, вы знаете, вот постоянно выкручивалось. И тут вот оно как будто бы не закреплено. Но посмотрим. Они очень тугие, хорошие. И вот эти вот шипики внутри как раз удержат даже тонкие волосы. Да, как вы видите, пальчик входит у меня. Да, то есть как раз вот тонкие волосы будет очень удобно. Он будет их держать, он будет крепким. Он полностью из пластмассы. Синий цвет артикул 600-101. Размер у них идет 4 см на 9 см. Очень интересные они, да. У кремового очень мне понравился кремовый цвет. Он идет 600... Так, минутку. Артикул 600-107, по-моему. Да, то есть вот тут, видите, немножко вот так и пришло, порвалось. Я даже не знаю, какая там цифра. Вот. И артикул у бордового. Я заказала все 4. 6 099, да. То есть вот видите, краб для волос тоже 4 на 9 см. Очень такой классный, глянцевый такой, симпатичный. Ну, вы знаете, у меня вот так сложилось, что как раз у меня есть одежда и черного, и кремового, и синего цветов. И мне кажется, эти крабики подойдут ко всему. Черный крабик, артикул, у него идет 600-100. Да, вот такая вот красота. Очень довольна таким новинкам. И очень довольна, что тут внутри есть шипики, и мои волосы, они держат хорошо. Я один из них померила. Очень тугие, классные, удобные. Мне кажется, что с утра заколол, и до вечера можно и забыть, что у вас вообще есть крабики на голове. Далее, о чем хочется поговорить, это о том, что я всего лишь за 300 рублей по акции заказала такую вот красивую вещичку, как флоранж. Это я обязательно подарю именно дочке на день рождения, потому что ей скоро исполняется 17 лет. Мне хочется ей, ну, что-то еще в добавок к подарку положить. Что-то маленькое, аккуратненькое, красивенькое. И как раз вот это вот колье «Магия любви» с артикулом 317-403 идет как ювелирная вижутерия. И оно очень-очень красивое. Смотрите, какое. Да, смотрите, какая красота. Как оно переливается. Тут есть камушки с кристаллами. Да, то есть очень-очень красивая нежная вещичка. Конечно же, тут есть удлинение. То есть, если вам неудобно тут закалывать, вы можете сделать подлиннее. Да, то есть вот такая вот красавица цепочка с таким вот кулончиком «Магия любви». Вот, буду рада ей это подарить. Помните, наверное, я это в видео выбирала, кто следит за моим каналом YouTube, да, по акции для наставников. Да, то есть вот я еще раз выиграла акцию для наставников. В прошлый раз я выиграла набор столовых приборов, что тоже меня очень обрадовало. Следующие это классные резинки, три штуки. Артикул 6134, да, то есть такие вот они интересные, да. Но они тут скреплены, это можно все оборвать, тугие, но в меру, да, то есть хорошо тянутся. Я посмотрела без брака, без всего, очень такие аккуратные, бархатные, красивые резиночки. Ну, я думаю, ко всему они подойдут и в быту они пригодятся. Следующие резиночки тоже очень интересные, такие тугие, матовым таким оттенком. Они идут что-то типа из ткани, да, то есть это набор резинок. Артикул 6113, да, такие вот они прям. Вот это послабже, вот это вообще тугущее очень. Ну, то есть тоже такие интересные резиночки. Ну, я очень люблю такие всякие разные новинки. Следующая новинка. Дочки чуть-чуть капнули в ванну, уже успели, да. Это гель пена для ванны и душа. Кошка манго. Пахнет очень ярко, как раз таки манго и папайя. Прямо очень-очень яркий аромат манго. Я его не очень-то люблю, но девчонкам он реально нравится. Он большой объем, 200 миллилитров, артикул 2387. Пена очень объемная, классная. Ребенок с удовольствием играл в эту пену. Она очень долго остается. И этой пеной надо, как вы видите, мы совсем чуть-чуть вылили, он практически полный. Аромат тоже так вот, когда вы открываете, нюхаете, он сильно, вот видите, такой просвечающий, полугустой, да, почти не течет. Он, как вам сказать, когда рассеивается в ванной, то очень даже неплохо, такой нежный-нежный-нежный ароматик. Следующие три новинки, это чай. Чай, значит, дочка попробовала манго-ананас, ей очень он понравился. Да, то есть, вот в таких вот пакетиках он ведет. Я заказала сразу две пачечки, да, то есть, одну вам вот показываю. Очень красивые пакетики, классные, да, видно, что тут качественный чай хороший. Артикул, очень прям такой аромат, прямо, очень, прямо манго-ананас натуральный. Я с удовольствием тоже его попила, тут идет 15 пирамидок. Чай насыщенный, очень насыщенный, очень наваристый, 15 пакетиков, по 2 грамма, масса нет, это 30 грамм. Следующий чай, никто его, к сожалению, у нас не пробовал, но у него очень нежный, молочный, реально молочный шоколад. Ой, не шоколад, а улун, да. Он пахнет зеленым чаем с молочными оттенками, очень приятный аромат. Мы почему-то его реально забыли попробовать, у меня его пила подруга и сказала, очень вкусный, закажи мне. Вот я его так и не попробовала, то есть, подруге, он просто понравился, подруге. Вот, далее, следующий аромат, это бергамот. Ну, бергамот я люблю, он пахнет натуральным бергамотом. Точно такие же пакетики, я люблю чай с бергамотом, очень-очень, поэтому буду пить с удовольствием. А чай с бергамотом, это, конечно же, мне. Следующее, что мне понравилось, это вот такая вот серия, мужская серия. Ой, я не знаю, как описать этот классный аромат, это просто вот мой аромат. Вот, мне очень понравился это. Во-первых, идет мыло антибактериальное, да, вот смотрите, прямо антибактериальное мыло. Оно идет ледниковая минеральная вода плюс шалфей в составе. Артикул 0,550, 70 грамм. Разработано специально для мужчин, эффективно очищает кожу. Экстракт шалфея обладает тонизирующим и противовоспалительным действием. Такой вот кусочек мыла классный. Ну, вы знаете, такой благородный мужской аромат. Просто здорово, просто великолепно. Далее, это шариковый дезодорант. Тоже мне аромат понравился, я заказала всю серию. Ну, вот вы знаете, муж меня наругал, сказал, я шариковые дезодоранты не люблю, я люблю пену. Но он им, как бы, один раз попользовался, сказал, что, в принципе, грит нормально. Она со своей задачей справляется. Да, то есть он идет 50 миллилитров, артикул 0,554. Ну, запах просто обалденный, понравился и ему, и мне. Да, то есть это вообще редкость такое бывает, чтобы мужу понравилось то, что нравится мне. Вот, далее, значит, такая вот новиночка. Это лосьон после бритья, охлаждающий. Тут идет 0% спирта, простите, да. Он также содержит ледниковую минеральную воду, вот, что тоже здорово. А, артикул у него 0,543. 0,543. У него, на самом деле, мягкая формула без спирта, обогащенная экстрактом эвкоррикта, мгновенно успокаивает, освежает, охлаждает кожу. Ну, после бритья он им помазался один раз, я попросила его просто. Сказал, что здорово, классно, но как-то вот, говорит, вот эта вот пенка, она у него долго впитывалась. Вот, по его словам, но я, честно, не видела, сказать не могу. Пена для бритья, тоже хорошая, густая, качественная такая пенка, 200 мл. Муж ей тоже раз уже побрился, да, как вы видите, я тут, вот, покажу вам, да. Пенка прям, она, знаете, прям такая густая, густая, хорошая очень пенка. Ой, ну, великолепный, просто великолепный аромат. Очень мне понравился. Буду с удовольствием уже все, в ванну поставлю, и муж будет бриться. Ему нравятся пены для бритья в перлик. Потом, значит, гель для бритья, тоже очень интересный. Вы знаете, этот гель для бритья, он не пенится, да, то есть он такой вот просвечивающий идет. Как вы видите, и он вообще не пенится. Также у него есть технология от порезов, защищает тоже такой же классный запах, такая же серия, артикул 0559. Он идет для чувствительной кожи, вот, позволяет контролировать каждое движение при бритье. Мужу тоже он очень понравился. Он сказал, что вот такой, говорит, бери почаще гель для бритья, а пену, говорит, для бритья можешь не брать, да. Дело в том, что у нас есть родинка на шее, и он эту родинку, ну, как вы знаете, их нельзя же трогать, да, родинки. А он эту родинку под пеной может нечаянно задеть. А тут, говорит, гель для бритья, ему помогает именно вот эту родинку не трогать, говорит, очень удобно. И после него, у него никогда не бывает раздражения, и он не пользуется даже лосьоном после бритья, ему нравится, да. Вот такая вот штучка. Далее, значит, крем-бальзам после бритья для чувствительной кожи. Тоже хорошо, он говорит, измажу, тоже доволен, все ему понравилось, да, все здорово, все классно. Он такой идет беленький, прозрачный, я тоже два тюбика заказала, видите, один у меня еще открытый, я думала, я открытый взяла. Да, сейчас найду чем, чем же мне продырявить его, давайте ручкой, потому что неудобно тут, видите, не взяться ничем, да. Вот он такой идет, видите, беленький, как я и говорила, и он очень легко распределяется по пальчикам. Поэтому, вы знаете, у меня частенько дочка вот крем-бальзам после бритья берет, вот мажет подмышки, ей очень нравится. И иногда вот когда у нее был, она сгорела летом, она брала бальзам после бритья, конечно, тоже фаберлик, но другой бальзам после бритья. И вы знаете, вот эти бальзамы, они даже снимают боль от ожогов, да, еще что-то, да, то есть они такие реально классные, да. И вот я тут сейчас читаю, и написано, что обладает уникальной формулой, сочетающей преимущества обновляющего кожу бальзама и успокаивающего крема. Также есть алоэ вера, снимает раздражение, смягчает, устраняет шелушение и зуд. Вот теперь я ее понимаю, в прошлый раз я как-то не обратила на это внимание, а сейчас начала читать аннотацию и вспомнила, да, вот, про дочку. То есть они такие универсальные, идут не только после бритья, да, то есть им могут пользоваться и женщины после саярия, да, к примеру, и так далее, и так далее. И летом, если вот кто-то сгорел, они снимают мгновенно боль. Далее, вот таких вот два шампуня. Шампунь, гель для душа, два в одном, им можно мыть и тело, и к голову. Мой муж такие шампуни берет в поездку, вот мы завтра летим в Беларусь, и он это все возьмет, ему как раз на 10 дней, ну, как бы, конечно, это много, но все равно возьмем целый на всякий случай, да, то есть, также ледниковая минеральная вода плюс женьшень в составе входит, он большой, 250 мл, у него идет артикул 0553, обалденный аромат, классный аромат, ему понравилось, он им еще не мылся ни разу, но сказал, что будет с удовольствием им пользоваться, потому что запах классный, а на Фаберлик у него ни разу никакой, никогда аллергии не было, ничего не было, и вы знаете, ему нравится. Шампунь против перхоти, ну, что можем сказать, помылся он им один раз, он тоже такой беленький идет, густенький, интересно, знаете, консистенция как хендл шолдерс, я бы так сказала, он его раньше любил, мылся им, сейчас он моется шампунем на основе мха, биоарктик, вот этот шампунь, он им помылся один раз по моей просьбе, ну, сказал, что шампунь как шампунь, с первого раза, говорит, ничего не поймешь, говорит, ну, волосы нормальные с него, да, артикул 0549, вот, ну, шампунь против перхоти, перхоти у него на данный момент нет, вот, я его просто заказала как новинку попробовать, вы знаете, не распробовали, в общем, надо ждать или перхоти, если вдруг она появится, но я думаю, что не надо ждать. Следующая серия, это просто обалденный аромат, называется эта серия французский десерт, тут есть и крем-мыло для рук, очень классно пахнет, тут есть и крем-гель для душа, и есть крем для рук, и также тут есть пена для ванны, вот, вы знаете, натуральные печенюшки, такой классный аромат, единственное, но немножко горчит мыло, немножечко такой, знаете, есть с горчинкой ароматик, да, то есть, но оно тоже вкусно нежно пахнет, вот, артикул у него 1866 и масса нету 65 грамм, то есть мыло таки довольно-таки большое, прикольно, конечно, да, но мужская серия, мне, конечно, больше понравился аромат, значит, вот это мыло для рук французский десерт, оно такое идет густое, как вы видите, да, оно реально густое, оно реально классно пахнет, какими-то сладкими печеньками, оно хорошо пенится, хорошо пенится, у него артикул идет 1864, вот, и оно пахнет изысканными пирожными, да, родом из Франции, на самом деле так, да, очень-очень классный запах, такие печеньки сладкие, какие-то дорогие печеньки, вот, с удовольствием его, им будем пользоваться. Крем для рук отличный, легкий, быстро впитывается, ручки с него сразу же освежаются, ну, да, такой легкий, классный кремчик, да, тоже с таким же ароматиком, он светленький, беленький идет, немножечко такой, с розовым, да, как видите, чуть-чуть такой есть розовый у него оттеночек, тоже хорошенькая мыльца, артикул 0860, оно большое, 75 мл, хватит его вам чуть ли не на ползимы, вот, тоже здорово. Далее это гель для душа, крем-гель для душа, тоже французский десерт, как вы заметили, компания Фаберлик делает все для того, чтобы вашей коже зимой было комфортно. Да, сейчас начали работать батареи, и как раз крем-гель для душа начали выпускаться как новинки, как актуальная продукция вообще. Он идет 200 мл, артикул 1863, тоже очень классный такой аромат, насыщенный, прям моетесь, такое чувство, что вы вот где-то вот рядом булочки пекут, очень вкусный такой аромат, вот, очень приятный, вот. Далее, значит, пена для ванны, французский десерт, еще пока не купались с нею, вот. Артикул 1865, 250 мл, вот. Ну, тут его, конечно, просто нужно добавлять или жать, да, то есть она такая тоже, она жиденькая, она, ну, как бы пожиже идет, чем гель для душа. Ну, пена, она такая и должна быть. Вот, ну, конечно, классно, серия Бьюти Кафе нас радует, таких ароматов еще не было у нас, очень-очень вкусно. Следующая новинка, меня очень удивила, это тугие такие заколочки, как бы набор невидимок, артикул 600-136, они реально хорошо, очень хорошо держат волосы, да, как вы видите их. Давайте я свет наведу поближе. И они сами по себе очень-очень красивые такие, элегантные, да, я бы так сказала, потому что, и, вы знаете, вот я сейчас надеваю, когда мне нужно какое-то усилие. Мне кажется, они вообще очень будут хорошо держать волосы. И сверху они немножко такие, как нежные, прорезиненные, да, есть чуть-чуть. И, как вы видите, вы можете с обеих сторон одинаковыми заколоть, то есть их тут 8 штук аж прямо. Далее, заказала я попробовать вот такие вот штучки классные. Давайте будем смотреть, что же это такое. Во-первых, это два глиттера для век. Они идут с такими редкими блесточками. Сейчас на свет вам покажу как раз. Да, то есть они такие классные, кстати, очень даже стойкие. Я их наносила уже, ходила с ними довольно-таки долго, да. Такой вот глиттер для век шикарный. Очень хорошо смотрится, если вы идете куда-то вечером, да, в какой-то ресторан, может быть, еще что-то. И беленький, ну, вообще красавчик глиттер. Да, смотрите, какой нежный. Ну, то есть классно. Это так отсвечивает сильно, потому что лампа рядом стоит. Вот. И жидкие тени для век. Жидкие тени для век. Вещь классная, хорошая. Они, когда высохнут, они не особо-то тушуются, поэтому вам надо сразу их наносить. И оттенок, ну, просто классный. Да, он такой, как сказать, если вы его плотно сделаете, он будет такой непросвечивающий, прям металлический, да. Смотрите, какой, да. Прям вот. А на самом деле он такой благородный коричневый оттенок, красивый. Да. Вот, очень мне понравились листья тени. Тени, единственное, но у таких теней, это когда они высыхают, да. То есть нужно секунд там 20 сидеть и не моргать. Да, вот. Это вот самый такой у них минус. Но они очень красивые. Это вообще как хамелеончик. Он и зеленым, и голубым. Да, видите, так голубой, так зеленый, так опять голубой. Да, такой. И они ложатся плотным слоем. Вот. Тоже очень классно. Это жидкие тени для век, тет-а-тет. Они очень стойкие. Их, если они высохнут у вас, их реально сложно стереть, изморгать, да, как у меня подружка говорит. А, я сейчас накрашусь этими тенями и за полдня их изморгаю. Нет, они очень стойкие, они хорошо долго держатся. Я с ними проходила день, а второй день, знаете, ну, как бы здорово, да. То есть, два дня подряд утром я их наносила, тестировала. И взгляд такой свеженький, классный. Но и там очень много оттенков. Очень много оттенков. Видите, сейчас вот глиттер подсох, и он уже выглядит более так естественно, да. Нет, он еще не сильно подсох. Видите, блестки начали отпечатываться на пальце. Ну, такие крупные, классные блестки. Вещь классная, и на Новый год можно ими пользоваться. И я считаю, что в повседневной жизни тоже здорово будет и актуально. Мне кажется, вы не пожалеете, если что-то себе подберете. Оттенков очень много, какую-нибудь штучку к одну красивую. Будет классно. Следующее, что меня очень удивило. Да, в компании Фаберлик еще не было такого вот мятной, вишневой, освежающей зубной пасты, сочной вишни. Там на самом деле и вкус сочной вишни. И она очень сильно мятная. И вообще, знаете, когда очистить зубы, такое противоречивое желание. С одной стороны, классно, здорово, с другой стороны, слишком сильно мятно. Она идет, знаете, такая гелевая. Давайте сейчас выдавлю немножко. Видите, такая гелевая идет. И ее надо совсем чуть-чуть. Вот я прям, знаете, только открыла тюбик, только чуть-чуть выдавила. До меня уже дошел аромат мятной, мятной вишни. Конечно, очень приятно. Вишню я, по идее, не особо люблю. Но вот вы знаете, дочке моей эта зубная паста очень-очень понравилась. И я ей как бы чистила зубы без какого-либо отвращения. Да, то есть такая хорошенькая зубная паста. Вот. Отлично просто освежает рот. Очень долго держится вот это вот ощущение свежести. И очень такой, прям, вы знаете, термоядерный ополаскиватель для полости рта. А я его разбавляю водой. Я его, как написано, набрала в колпачок. Да, как вы видите, тут написано. Наполните колпачок ополаскивателем, не разбавляя водой, прополощите рот в течение 30 секунд. Я, не знаю, 2 секунд не смогла в рту продержать. Я все это выплюнула. Потом я чуть-чуть налила. И остальное разбавила водой. И вот тогда я спокойно прополоскала рот. Он реально очень-очень освежает. Но, конечно же, не все люди любят нежненько и слабенько. Кому-то хочется бодренько и прям вот эта же экстра свежесть. Да, ну вот, поставила его в ванну. Поставлю его сейчас в ванну после обзора. Посмотрю, быстро ли он закончится. Ну, как бы, да, он очень хорошо освежает. Артикул у него 22.93. Тут пишет, что он обеспечивает комплексный уход за зубами и деснами, гарантирует продолжительную свежесть. Это на самом деле все так, но вот я, допустим, не очень-то и выдержала. Такой сильно мятный аромат. Немножко-немножко не мое. Далее хочется показать вам такой тушь. Да, это тушь объем. Артикул 55.76. Такая вот у нее кисточка классная. Это, по-моему, это не новинка, но это одна из моих любимых тушей. Попробуйте, вам, наверное, понравится. Она удлиняет, делает объем. Вообще, очень классная тушь. Очень часто ее заказываю. Далее такие вот помады. Там написано, что она как бы полуматовая. Давайте с вами посмотрим оттеночек 40.056. Знаете, мне кажется, она полностью матовая. Вот видите, я и покрасилась уже раз. Вот она такая нюдовая. И в два-три слоя она выглядит на губах просто шикарно. И самое приятное, что от этой помады не сохнут губы. Видите, она прям матовая-матовая. Я вот такой вот прям светлый нюдовый оттеночек взяла. И самое приятное, что вот тут вот магнитики. И когда вы закрываете, она прям примагничивается сама. И у вас уже нет вероятности, что она где-то в сумке откроется. Очень красивый такой стильный футлярчик. Следующая помада очень похожа на предыдущую. Это артикул 455. Тоже она очень светленькая, классненькая. И ей тоже приятно. Мне было очень губки красить. Да, как вы видите, прям матовая-матовая она идет. Вот, кстати, видите, тени высохли. Какие они стали красивые. Вот этот светлый оттеночек мне очень понравился. Буду с удовольствием им пользоваться. Вот и помадки, конечно, супер. Супер, прям супер. А с удовольствием скрашу. Зимой пользоваться матовой помадой, которая не сушит абсолютно губы. Знаете, одно удовольствие. Далее, такой вот ободок. Конечно же, это я заказала своей дочке Вике. Он нам невелик, не спадает. Я уже на нее его одевала. Ей он понравился. Просила она мне снять этикетку, но я пока не сняла. Хотелось вам показать в первозданном виде, как оно приходит. Да, смотрите, он практически ручной работой, как будто, да, потому что тут такие узоры, классные розочки вышиты. Очень все красиво, здорово. И он такой бархатный идет, такой же, как резиночка. У этого ободочка он пластмассовый, хорошо, в принципе, гнется. Вот, артикул 600-135. Да, такой вот ободочек для волос. Материал полиэкса, пластмасса. Вот. И поедемте с вами дальше. Очень интересный лак для губ я заказала. Очень интересный. Артикул 400-043. Пришел он в такой упаковочке. То есть, обратите внимание на коллекцию Secret Story. Очень классно дарить из этой коллекции какие-то подарки. Вот такой лак для губ. Да, красавчик. Я еще закажу. Другие оттенки он мне очень понравился. Как он наносится на губы. Очень удобная, удобнейшая кисточка. Прям наиудобнейшая. И как он наносится. Давайте с вами посмотрим. Так, куда-то бы его нанести. Давайте вот прям сюда. Вообще, вот посмотрите. С первого раза очень плотное нанесение. И губки с ним, ну как зеркало. Они реально прям блестят. Они реально переливаются. Они очень красивые. И вы знаете, когда я проводила вебинар. Правила добавления подарков. Вот недавно на ютубе. Меня два раза спросили. Аня, что у тебя на губах? Так здорово, блестит. Так красиво. Да, и еще спросили, что за тени. Тени у меня тоже секрет-стори. Вот. И вот спросили, что у меня на губах. И потом еще после вебинара тоже спрашивали. Видите, как он прям переливается. Он прям... Вы знаете, это не лак для губ. Это, я не знаю, это не лак, не блеск для губ. Это просто что-то такое. Прям зеркало, наверное. Да, вот. Реально даже. Он как будто зеркальный. Такой блестящий, такой красивый. Вот. Следующая серия у нас с вами выпустилась. Опять-таки зима. Каждый год она выпускалась. И все с ней было хорошо. В этот раз у этой серии недочетов нету. Да, то есть защитным кремом для лица я уже успела попользоваться. Я им скажу честно, довольна. Довольна. Все здорово. Все классно. Он такой же полуплотненький. Да, то есть его нужно подождать, пока он впитается, может, минуты-полторы. Почему? Потому что он уже идет защитный. Рекомендую. Вещь, как бы, хорошая. Единственное, что этот крем поменял аромат. Он имеет аромат такой... Зимней вишни, что я бы так сказала, да? То есть какой-то слегка метноватый вишни. Но когда вы наносите его, да, на лицо, мяты вы не чувствуете, но просто есть такой какой-то запах, что это как будто мятная вишня. Это я вам сейчас показываю защитный крем для рук. Тоже штука классная. Дочка у меня его уже забирает. У нее ручки начали ветрить. У нее очень нежная кожа на руках. Артикул 0919. В прошлом году она у меня вот этих защитных кремов для рук использовала, я не знаю, штук, наверное, 6 за зиму. Она прям все время ими мазалась, но с ручками было все хорошо. А вот в позапрошлом году я ей зиму не брала, и мы боролись с каким-то аптечным кремом. И детские кремы в аптеке покупали, или еще что-то покупали. Вы знаете, они так не помогают, как помогает именно вот этот нам крем. Он оберегает руки от холода, ветра, мороза, резких перепадов температуры, смягчает, питает кожу, снимает шелушение и сухость. Вот да-да-да-да-да. Создан для тех, кто зимой проводит много времени на морозе. И просто для всех, кто заботится о своем здоровье и красоте. На самом деле, очень хороший крем. Я вам рекомендую. Единственное, что он поменял аромат с прошлого года. Он стал вишнево-мятным каким-то. Да, вот как бы мое мнение. Далее, значит, ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Вот вы знаете, чисто от себя я бы вам не порекомендовала один крем для всего. Но для тела вещь просто великолепная. Я, конечно же, сразу же после душа, после краба, то есть его попробовала, после скраба попробовала его нанести. То есть таким вот слоем я так вот немножечко повозила пальчиком и начала наносить. То есть он набирается, видите, по многу сразу. Он моментально впитывается. Он убирает все шелушение. Кожа после него реально мягкая, классная, ухоженная. Моментально как-то вот разглаживается, становится симпатичнее, свежее, лучше. Но вот этот аромат вишни, как-то вот я не знаю. Я, наверное, вернусь на масло для тела от Клеопатры. Вот это вот сокровище Клеопатры или как у нас серия называется. Скорее всего я на нее вернусь. Вот этот крем я закончу и больше заказывать не буду. Потому что вишню я не очень люблю. Но он на самом деле кожу очень хорошо разглаживает, питает. Артикул 0,920, объем большой, 170 мл, его реально надолго хватит. И он очень питательный. Как бы вот, да, если вот вы попользовались скрабом, у вас после скраба кожу сушит, то вот прям идеально, идеально он очень хорошо питает. Единственное, что если вы его нанесете очень много, прям очень много, не пожалеете его, он у вас до конца не впитается и будет липкий эффект. Нанесите его поменьше, потому что это, понимаете, он ультрапитательный, он сам по себе идет жирный, да, то есть и он может у вас толстый слой до конца не впитаться. Ну а так крем просто великолепный, что вот с прошлого года марка зима нас выручала, что в этом году только появилась, я сразу не вздумываясь заказала. Вот, как раз нам на зиму. И такой вот бальзамчик. Дочка у меня, младше 4 годика, очень любит облизывать свои губки. И мы уже, как даже сказать, это она его куснула. Куснула, потому что он реально сладко-вкусно пахнет, этот бальзам. Вот, как вы видите. И мы этим бальзамчиком губки намазали обветренные. И вы знаете, ребенок через 3 часа пришел к занятию, и у него уже практически с первого раза все прошло. Да, вот тоже как бы здорово, тоже хорошо. Поставлю его в прихожую, пусть перед каждым выходом на улицу мажутся бальзамчиком. Мой любимый бальзам для губ, это антивозрастной. Буду пользоваться только им, скорее всего. А этот бальзам, ну пусть стоит в прихожей, мало ли. Мало ли кому-то что-то нужно. Муж, кстати, зимой тоже частенько бальзамом для губ пользуется. И брат у меня частенько вот такой бальзам для губ использует. Он зиму в прошлом году использовал. Не знаю, захочет ли вишневый бальзам, я ему позвоню, скажу, что серия зима опять-таки вышла. Но привкус вишни есть. Будет он, не будет заказывать. Но в прошлом году он у меня брал его. Говорит, прям штука классная, великолепная. Далее, что забыла вам показать, это увлажняющее суфле для тела, французский десерт. Ой, вещь, конечно, не могу сказать какая. Как вы видите, при вас первый раз открыла. Давай, ой, какой нежный. Да, то есть он такой нежный, мягонький, классный. Я уже чувствую, что он легко будет распределяться. Ну, вы знаете, запах точно такой же. Что могу сказать? Он будет впитываться быстрее. Вот, мое ощущение, он будет очень легко распределяется по руке. Он будет впитываться быстрее, чем зима. Это уже 100%. И причем быстрее намного. Вот видите, его уже практически чуть-чуть я его взяла. Размазала, да, нанесла на руки. Его уже практически нет, не чувствуется. Он легкий такой, приятный, очень консистенции. На самом деле, к суфле идет. Тоже очень вкусно пахнет французским десертом. Артикул у него 1861, а он идет 150 мл. Вот иногда, когда так вот нажимаешь, они закрываются. Поэтому я так нажала, селкнула. И детские колготочки. Жаль, что не было нашего размера. И мы заказали вот такие вот колготочки. Размер 116-122. Там еще одни были, но нам уже не достался наш размер. Вот. Такая вот у них ростовка. Второй вид колготок мне хотелось заказать, но там был только 128-134. Они были проложены такой картонкой. Лежали в пакетике. И потом этот пакетик еще в коробочке, да. И вот просвечивающая такая коробочка. Классная. Вот. Колготочки, как вы видите, очень симпатичные. С эмблемой кошечки с такой, да, на глазки закрыла. Также носочек, пяточка, все есть. И они идут уже с таким, вот обратите внимание, с легким-легким начесом. Да, он такой уже. То есть, это колготки. Они уже не для лета, да. То есть, они уже такие для более теплой. Для зимы уже, для осени, для весны. То есть, тут есть такой небольшой начесик. Плотность стопы точно такая же, как и плотность вот и попы и всего, да. Очень хорошо, что есть очень толстенькая резиночка, да. То есть, малышу не передавливает талию. Это значит, что они нарушают обмен веществ в организме ребенка. Тоже классно. Ну, и расскажу вам 3 минуты о неновинках уже. Это бальзам после бритья, который нравится моему мужу, успокаивающий. Вот. Я тоже еще его заказала. У нас просто, вы знаете, что-то все закончилось почему-то разом. Вот сейчас у меня остался один гель для душа. Вот. Вот и второй вот. И все, представляете, больше гелей для душа нет. Вот сейчас на геле для душа будут заказывать. Артикул 0562, 75 мл. Венде Авантюрес. Очень классный, очень классный. Классно пахнет, свежо, изысканно, немножечко таким озончиком, свежестью. Ну, и он такой идет грубоватенький такой аромат у него. Но свежегрубоватый. Вот такое сочетание несочетаемого. Очень его люблю. Заказываю неоднократно. Он идет такой вот светленький. Да, видите? Такой вот светленький, хорошенький идет. Мягкий, быстро впитывается. Да, то есть вот. Заказала мужу 3 штуки после бритья. Ему, наверное, на всю зиму хватит. Далее мой любимый гель для интимной гигиены с афродизаками. Очень часто его заказываю, потому что, ну, расходу его, наверное, много. 200 мл. Отлично пенится, не раздражает нежную кожу. Артикул идет 8722. У него очень приятный аромат. Такой легкий, ненавязчивый, приятный аромат. Но я не скажу, что его незаметно. Он такой сладковатый идет. Story de Amour, но это не малина. Не малиной он пахнет. Меня все часто спрашивают, если в Story de Amour идет обычно малина, то и этот малиновый. Нет. Этот идет такой, что-то типа цветочный шампунь какой-то. Не знаю, я бы так описала. Как обычно, мои ручки самые душистые. Заказываю мыло кошка Малина для младшенькой. Очень она это мыло любит. 200 миллилитров, артикул 2388. У нас даже повелось. Вот ее два любимых мыла. Да, тут не смотрите, что оно такое синее. Оно идет с натуральными, только с натуральными красителями. И вот если какой-то из этого мыла заканчивается, или это, или это, она просит ручки ей помыть. Да, то есть она подходит к раковине, подставляет руки, вот помойте мне. Если она видит, что стыдят вот эти мыла, ей они очень нравятся. Они яркие, не классные, не вкусно пахнут. Это пахнет какими-то леденцами, конфетками. Голубая планета, да, говорила я, артикул не говорила. 2320. Оно создано специально для детской кожи рук. Мягкая формула, PH нейтральный. Детям обязательно понравится его яркий цвет. Мыло пахнет фруктовыми леденцами. Вот, и тут идут только натуральные гипоаллергенные отдушки и пищевые красители, да. То есть это мыло, оно не навредит ручкам вашего ребеночка. Вот, заказала, конечно же, две штуки сразу. Не дай бог закончится. И вот это мыло, оно идет 200 мл, то есть оно на 70 мл меньше, чем астронавтик, да. Вот, и оно идет с артикулом 2388. Да, то есть тоже очень классно мыло пахнет. Вот, такой малинкой-малинкой, нежной такой малинкой. Не малиновыми косточками. Далее, очень я полюбила эту серию. И эту серию полюбила у меня, у брата, у мужа, извините, сестра. Уже начала заговариваться, наверное, видео уже длинное я снимаю. У мужа сестра Ирина Менчикова. У нее как раз волосы по пояс. Ей хочется их сохранить, да. Она их красит. Вот, и вы знаете, она сказала, очень классно, да. И я вот тоже первый раз заказала перед Доминиканой эти два шампунь и бальзам восстанавливающий. Мне очень-очень понравился. Это идет шампунь восстанавливающий для поврежденных волос. Ну, я тоже признаюсь, что я волосы крашу, делаю химию иногда. И вообще, что попало с ними, делаю. И вот для меня этот шампунь был просто спасением. Что бальзам, что шампунь идут с 250 мл. То есть, это большой объем шампунь, отлично пенится. Реально восстанавливает волосы. У меня, вы знаете, первый раз я им, когда помыла голову, такое ощущение, что мне даже не хотелось наносить бальзам. Вот он такой хороший, качественный шампунь. Значит, у него, у шампуня артикул 8260. Он идет нежно-розового цвета, хорошо пенится очень. Без лаурисульфата, что, я думаю, очень-очень важно. И также идет бальзам, тоже с пиротином, 8261. Маска у меня еще осталась этой серии, поэтому я пользуюсь всем по очереди. Вот, следующее, что мне очень понравилось, то, что я, заказав серию Salon Care, получила в подарок два таких вот пробника. Шампунь питательный для всех типов волос и шампунь питательный для... А, два одинаковых пробничка получила. На сайте они стоят по 30 рублей. Да, вот считайте, два пробничка 60 рублей в подарок мне компания прислала. Хотя я, в принципе, уже директор, могу сама себе эти пробники позволить. Но нет, нам все равно что-то постоянно дарят. Конечно же, эти пробники я отдам кандидатам на регистрацию, тем, кто недавно зарегистрировался. Вот, обязательно пусть пробуют. Мне очень нравится серия Salon Care. Я уверена, что им она тоже понравится. Вот, я не знаю, почему-то за Salon Care я всегда уверена, потому что это классная серия. Ну и последнее, это неожиданный подарок. Так как мы долго проездили в Доминикану и не успели сделать под дочкой заказ, я прибегаю, да, то есть за несколько дней до окончания каталога, прибегаю посмотреть, что там есть на складу, все такое прочее. Как меня удивила, коллекция задерживалась, и как раз я приехала, когда вся коллекция была в ассортименте, я набрала одежды, я взяла аппарат Денос, и как бы у нас там получилось так, что так как я под самый конец сделала заказ, мне компания Фаберлик вложила в акцию возвращения в бизнес стиральный порошок. Стиральный порошок, вот прям за рубль для шерсти и деликатных тканей. Вот, и я как раз до этого заказала две пачки, он был по акции, и сейчас у меня три пачки этого порошка. Вы представляете, мне его теперь, я не знаю, на полгода, наверное, хватит этого порошка. Ну что ж, будем стирать. Вот, что хочу сказать, порошок классный, 500 грамм, беру его уже несколько раз. Новички, вот кто получал его в подарок от компании, недавно сниму акция была, тоже все довольны. Он бесфосфатный, биологически чистый, биоразлагаемый, не наносит вреда окружающей среде. Вот, можно и ручную стирку, и машинную стирку. Стирает от 25 градусов до 60 этот порошок, потому что он деликатный, да, то есть, вот, он эффективен против широкого спектра загрязнений, предотвращает деформацию и усадку одежды, мягко, бережно относится к полоткам, к тканям, к волокнам ткани, да, подходит для всех видов деликатных тканей, включая шерсть, шелк, кружево, бархат, велюр, шифон, гипюр, синтетические другие материалы. Ну, что могу сказать, я даже пиджаку мужа этим порошком стирала. И вы знаете, там написано на пиджаке только химчистка, но ничего с ним не случилось. То есть, мы его постирали, сразу же без отжима повесили на плечике, он обтек в ванной у нас, и потом мы его отпаривателем погладили, и он у нас как новенький и вообще не повредился, да. Ну, как сказать, пиджак мы покупали уже в дорогом магазине, мы с мужем часто ходим на сцену за награждением, да, вот у нас мы сейчас находимся в двух открытых званиях, это международный директор и старший международный директор. И как раз вот, когда мы перед Доминиканой ездили на ассамблею Фаберлик, мы получали награду, вознаграждение за старших национальных директоров. И вот, вы знаете, он в этом пиджаке был постиран, да, вот и девчонки спрашивают, что новый пиджак опять купили, я говорю, вы не поверите, я постирала его вот этим вот порошком, потому что, ну, не хотелось идти в химчистку, поставила шерсть и режим шерсти, да, поставила, и прямо в стиральную машину положила. Вещь не деформировалась нисколько, спасибо компании Фаберлик, да, ну, и, конечно же, моей стиральной машинке, которая не портит даже пиджаки. Ну, что ж, с вами была Конана Ванна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео, рада была быть вам полезной. Обязательно на чай молочный улун я сниму обзор, потому что очень-очень классный, прикольный аромат. И понравился моей подруге, а я так и забыла его перед созданием видео этого попробовать. Вылетело у меня из головы. Ну, что ж, спасибо за внимание. Еще раз пока-пока.